Библейский портал экзегет.ру представляет История основателя израильской монархии Ну, положим, основателем был Самуил А еще точнее народ, который выпросил у Бога Через Самуила себе монархическое устройство Но первый царь Слушайте, это же очень важная история Вот у нас в России есть музей первопрезидента России И в нем, конечно, рассказаны хорошие в основном вещи об этом человеке А первый царь, о нем надо рассказывать хорошие вещи О том, как он победил аммонитян врагов при Явэш и Галаадском Это рассказано в 11 главе О том, как он, наверное, много чего другого хорошего делал А вот нет 13 глава начинает повествовать о проблемах с самого начала Потому что дело не в национальном величии Дело не в портрете Саула Довольно трагическая фигура Очень подробно в этой книге описана история Саула И на самом деле, в общем, там есть чем посочувствовать ему И о чем посокрушаться И вот 13 глава Не буду упреждать события Она как раз говорит о том, как все пошло не так Вот только-только Саул стал царем Только-только все вроде пошло хорошо И с самого начала проблема А какие проблемы? Ну, проблема у нас, во-первых, текстологическая В самом начале не очень понятно, что сказано Здесь немножко испорчен древнееврейский текст Саулу было 30 лет, когда воцарился он над Израилем И вот уже два года, как он царствовал Ну, на самом деле, тут написано в оригинале Царствовал над Израилем два года И получается, как будто это общий срок его царствования Явно не два года, явно гораздо больше Возможно, 42 Возможно, там просто пропущено слово, обозначающее десятки Ну, неважно В общем, и так Саул царствует над Израилем Саул выбрал себе из израильтян 3000 воинов 2000 были с Саулом в Мехмассе И в холмистых окрестностях Байтеля 1000 с Йонатаном в Гиве Вениаминове Йонатан — это его сын Остальной народ он распустил по домам Вот после победы над Адаманитянами Он оставил только 3000 постоянного войска Немного остального — это ополчение В те времена В основном, конечно, армия непрофессиональная Это просто люди, которые берутся за оружие Когда возникает какая-то угроза А Йонатан — молодой парень Смотрите, вот сколько ему лет Понять трудно Если Саулу 30 лет, когда он воцарился И два года он царствует, ему 32 Ну, со скрипом Йонатану 16-15 лет И Саул тоже, получается, стал отцом В таком же юном возрасте Вряд ли, да Можно сказать, что тут в оригинале Все-таки был приведен изначально Общий срок царствования Саула А это спустя там несколько лет То есть Саулу, допустим, там под 40 А Йонатану там те же 17-18 Итак, Йонатан с ним тысяча воинов Молодой парень Удаль как не показать Йонатан перебил филистимскую стражу Филистимляне, извечные враги израильтян, соседний народ Которая находилась в Гиве И филистимляне узнали об этом А Саул велел протрубить врок по всей стране Чтобы слушали все евреи Когда весь Израиль узнал, что Саул перебил филистимскую стражу И навлек на израильтян глиня филистимлян То народ собрался к Саулу в Гилгал То есть войну фактически начинает сын Саула Йонатан Из этой молодецкой Удали То на них топали, они отбивались Теперь уже они сами пробуют свои силы На окрестных народах Вот оборотная сторона Избрали царя, чтобы он вел войны Так он и будет вести войны В том числе тех, которых можно было бы избежать А филистимляне собрались на войну с Израилем 30 тысяч колесниц И очень большое число, нереально большое число И 6 тысяч всадников А пехоты много, словно песка на берегу морском Они пришли и в старелагерь в Мехмассе К востоку от Бейт-Авена То есть смотрите, раздразнили соседнего дракона Он выдвинуло огромное, немыслимо огромное войско Что нам делать? Израильтяне поняли, как трудно им придется И народ под напором филистимлян попрятался по пещерам Расщелинным скалам, укрытиям и водосборникам Ну то есть, где только можно, чтобы их не видели Евреи даже переправлялись через Иордан В землю Гады и в Галаад Ну то есть, бежали за территорию Ханаана Хотя Ханаан, в принципе, за Иорданией тоже Ну из нынешнего государства Израиля, нынешнюю Иорданию Но большинство народа было Саулом в Гилгале Их объял трепет Семь дней ждал Саул срока, назначенного Самуилом Но Самуил все не приходил в Гилгал, так что народ стал расходиться Вот представьте себе, у нас тут 41-й год наступает Гудериан, танковая армия И паника, там 16 октября была большая паника в Москве Все бежали, вот то же самое происходит здесь Ну какая-то часть там ополченцев, плохо вооруженных, неумелых стоит Вот сейчас Гудериан танками ударит, 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 ударит И Самуил, пророк, должен принести жертвы Должен благословить это войско на страшный неравный бой Там много народу погибнет И ну хотя бы они погибнут Как бы с сознанием того, что они за Бога сражаются За вот что-то святое И должен прийти Самуил, но не приходит, не приходит, не приходит И они уже начинают дезертировать Саул, он же, кто он у нас, я напомню С самого начала он военачальник, он ведет войны А Самуил духовный лидер И Самуил должен сыграть свою роль, но не играет Тогда Саул потребовал принести животных для всесожжения и мирной жертвы И принес всесожжение То есть Саул, царь, сделал то, что делал пророк Самуил Едва он закончил приносить всесожжение, как пришел Самуил И Саул поспешил к нему навстречу, чтобы его приветствовать Самуил спросил, что же ты сделал Саул ответил, я увидел, что народ начал расходиться Когда ты не пришел вовремя, а филистимы не собрались в Мехмассе Тогда я подумал, что если филистимы не придут сюда, в Гилгал А я еще не попросил заступничества у Господа Поэтому мне и пришлось принести всесожжение В военное время мирные правила отменяются Все делается ускоренно И жертва приносится ускоренно, потому что, может быть, завтра в бой А как же мы не успеем ничего? Не оправдание Смотрите, книга вождей или судей Она вся про то, что многочисленность войска Мощь вооружения Разработанный стратегический замысел Тактическое мастерство Не значит ничего Что-то значит только воля Бога Там еще был Гидеон, который нарочно отсылал своих воинов Сначала тех, кто боялся, потом тех, кто воду пил неправильно Им надо было оставить горстку воинам, чтобы не сказали Вот, конечно, толпой все и навалились, победили А вот здесь-то у Саула ровно противоположная мысль Надо собрать толпу, надо навалиться, победить Люди разбегаются Мы не знаем, как, что Быстро-быстро приносим жертвы То есть, вот с самого начала истории Израильской монархии Это предпочтение Уверенности в своих силах Доверию Богу Мы знаем, что нас достаточно много Что у нас хорошее оружие Что у нас прекрасный царь, который отлично ведет нас в бой Мы победим Вот что теперь говорят израильтяне До этого они говорили Господи, мы согрешили пред тобой Избавь нас от руки врагов наших Очень разные подходы, правда? И, соответственно, к чему это приводит К тому, что Саул, царь, присваивает себе священнические пророческие полномочия Он приносит жертву В предыдущей главе очень подробно рассказывалось Как Самуил, пророк, снял с себя всякую политическую государственную власть Он сказал Вот помазанник Божий Израильтяне, скажите, я вас отнимал что-то Я вас притеснял Грабил, нет Ну вот, теперь у вас есть помазанник Он вам глава А вы должны исполнять Божьи законы и заповеди Чтобы и вам, и ему было хорошо Но вот здесь они, собственно, и сделали Это они нарушили это распределение полномочий То, что в Израиле всегда присутствовало как важнейший принцип Вот государственная политическая власть Вот священники и пророки Вот духовная власть, духовный авторитет И они не должны заменять друг друга Были исключительные случаи потом с Давидом Но это буквально исключительные случаи с совершенно особыми людьми Самоил сказал Саулу Безумно ты поступил, не исполнив появление Господа твоего Бога, который он дал тебе Господь мог бы ныне навсегда утвердить царство не твоего Израиля Но теперь не станет он утверждать твое царство Что значит навсегда? Что Саул бессмертен, что ли, стал бы? Нет, конечно, но его дети стали бы после него наследниками Это была бы династия Какой потом станет династия Давида? Но не династия Саула Найдет Господь себе человека, который будет ему по сердцу и того поставить править своим народом А ты не исполнил того, что повелел тебе Господь На этом Самоил встал и пошел с Гилгалом в Гиву Вениаминову А Саул собрал находившиеся при нем войско 600 человек 600 человек Там нападает армада этих самых филистимблин А тут всего 600 человек И пророк ушел, и причем пророк сказал, все пропало Какое непатриотичное повествование Да Самоил должен был наоборот сказать Ну ладно, что там военное время нарушили какие-то уставы мирного Это полная ерунда Все на бой, ура, вперед, победим, прогоним Военная победа не главное Главное это роль Божьего народа И царя как его наместника Наместника Бога в этом народе И если царь начинает присваивать себе другие полномочия Если он переступает границы своей государственной политической власти То это нарушение страшнее, чем филистимская угроза Она внешне, эта филистимская угроза А если внутри все пошло криво, косо Если внутри нарушаются основные принципы То зачем тогда побеждать филистимблин? Чтобы просто еще стать одним народом Который там режет, грабит окрестные народы? Зачем? Кому это нужно? Народ Божий, он не для строительства великой империи Самой могучей Эти империи были и будут еще Он для другого чего-то Саул со своим сыном Юнатаном И народом, который остался при них Были в Гиве Вениаминовой А филистимы не старяли Лагерем в Мехмасе Из филистимского лагеря выступили три отряда Да вот прямо нагнетаются Это там Гудериан рвется к Туле А еще какой-нибудь там Клейст Еще куда-нибудь рвется Вот 41-й год Три отряда Первый отправился к Кофреи К земле Ашуаль Второй направился к Бейдхарону А третий к краю долины Савуим Что около пустыни То есть они, собственно говоря Захватывают всю территорию Израиля Более того Ситуация ужасная У них не хватает оружия По всей стране израильской Тогда не было кузнеца Потому что филистимлине не хотели Чтобы евреи сделали себе меч или копье Очень интересное упоминание Израильтяне отстали В технологическом плане У них нет своих кузнецов Век железный Он наступает не одновременно И говоря современным термином Израильтяне еще живут в поздней бронзе Они еще не умеют обрабатывать железо Филистимлине уже вступили в железный век И они не делятся с израильтянами Своими технологиями и материалами Всем израильтянам приходилось ходить к филистимлину Чтобы наточить плуг или мотыгу Или топор или серб Две трети шекеля из серебра Но это семь-восемь грамм Такова была цена за починку плуга или мотыги А треть шекеля завила Соответственно 3-4 грамма Или за топор или за рожон Рожон это то чем подгоняют скот Палка с острым концом Ну обычно это конец сделали тоже из металла Так что в день битвы не оказалось ни мечей Ни копию народа бывшего с Саулом и Ионатаном Только у Саула его сына Ионатана Они были Филистимская стража выступила к мехмазскому проходу Нарастает тревожная военная музыка Заканчивается 13 глава А что произойдет дальше Прочитаем 14 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...